Мама двоих детей, Александра, счастлива от новости о том, что уже через несколько дней она с сыновьями поедет домой в Киевскую область. Это значит, что первый год младшего будут отмечать в родном доме. Она не видела близких больше месяца. На самом деле для счастливого жизни нужно просто быть здоровым и чтобы все были твои родственники живы. Собирается домой в украинскую столицу и пенсионерка Екатерина Степановна. Я даже слов не могу найти, как у нас погано. Так же нельзя было издеваться. Причем тут люди виноваты. Пока одни вынужденные переселенцы собирают свои вещи и готовятся к возвращению домой, жители других регионов Украины, там, где продолжаются военные действия, собирают тревожные чемоданчики и готовятся выезжать в более безопасные места. Инженер крупного украинского предприятия Анна в эвакуацию приехала совсем недавно. В ее родном Кривом Роге, где с начала войны Анна пробыла месяц и неделю, стала слишком неспокойна из-за участившихся обстрелов города. Когда предприятие предложило ряду сотрудников с семьями на время выехать, женщина согласилась. Очень скучаю за работой, постоянно на связи с коллегами. Больше всего скучаю, конечно, за городом. Никогда мы не думали о том, что мир, мирное небо, это, наверное, самое главное, самое важное, что может быть у человека. И теперь, конечно, это особенно остро, я понимаю. Абсолютно нет никакого больше желания, нет никаких больше планов. Сейчас все, о чем я думаю, на чем я акцентрируюсь и о чем я только мечтаю, чтобы поскорее закончилась война. Практически ежедневно правительство Украины открывает новые гуманитарные коридоры и рекомендует жителям Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областей покинуть на время родные жилища, чтобы спасти жизнь. По заявлению украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре и экономике из-за военных действий, может достигнуть триллиона долларов. Но, несмотря на такую внушительную цифру, все жители страны готовы вернуться в родные дома и помогать отстраивать инфраструктуру, возрождать экономику, возвращаться на прежние рабочие места. Лина Миронова, специально для CJTN.